Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал Plant Helper. Всего лишь одна таблетка сделает ваши листья блестящими на любых растениях. Вот в данном случае я показываю замиокулькас. Какие бы ни были блестящие ваши листья на замиокулькасе, они от природы блестящие. Но, во-первых, они покрываются пылью. И это мы увидим, когда протрем даже такие, казалось бы, чистые листья. Спонжем, и спонж этот грязный. Вот он у меня после обработки, и видите, в каком он состоянии. Хотя листья, казалось бы, чистые. Итак, для того, чтобы сделать листья блестящими, я использую очень простое и проверенное средство. Это одна таблетка, уже с чётко выверенной дозировкой аптечной. Это аптечная янтарная кислота. Эту одну таблетку я растворяю в одном литре воды. А для того, чтобы она быстрее растворилась, я использую такую палочку, которой расталкиваю эту таблетку, чтобы просто процесс пошёл быстрее. И дальше этот концентрат я растворяю ещё в пол-литре чистой воды. Внимание, друзья! В своём ролике не применяйте янтарную кислоту в этих случаях. Как янтарная кислота может погубить ваше растение? Я вам показываю, в каких случаях нельзя использовать янтарную кислоту. В данном случае я её использую, так как листья замиокулькоса полностью здоровые. На нём нет никаких признаков бактериальных или же грибковых заболеваний. Поэтому применять янтарную кислоту для внекорневой подкормки можно. Я не опрыскиваю янтарной кислотой лишь по одной простой причине. Во-первых, после опрыскивания остаются разводы и пятна. Даже если вода у вас дистиллирована из фильтра обратного осмоса, всё равно эти пятна остаются, так как вы не убираете загрязнения, которые в том числе являются причиной этих пятен или разводов. Вторая причина, почему я протираю листья, именно не опрыскиваю, это то, что в процессе такой обработки я осматриваю на предмет вредителей, на предмет каких-то отклонений в развитии растения, и при этом тратится совершенно мало времени. В конце видео мы посмотрим, сколько же времени я потратил на большой куст замиокулькоса, на котором 12 больших-больших ветвей и ещё 13-я небольшая. Когда вы растворяете, у вас может оставаться небольшой осадок, так как это аптечная янтарная кислота, то в ней содержатся крахмалы, и вот эти крахмалы как раз-таки и могут оставаться в осадке. Эти крахмалы я просто выливаю, так как сама янтарная кислота, она уже перешла в водный раствор. Для того, чтобы протирать листья, я использую обычный ватный диск, которого хватает на 3-4 растения. Не использую я никакие тряпки, мочалки. При наличии вредителей на белом ватном диске я их сразу же увижу. Преимущество данного метода, их всего 5, в том, что первая антарная кислота, она работает как стимулятор. Это не просто какая-то гигиеническая очистка, это одновременно стимуляция растения. Второе преимущество состоит в том, что на листьях, в частности, из-за миокулькаса, утолщается восковой слой. Это же самое явление происходит и на фикусах эластика, и на хоях, и на других растениях, на которых схожие листья. Третье преимущество в том, что растение лучше дышит. Это не просто механическая очистка, это ещё и стимуляция, которая пробуждает клетки из-за миокулькаса, и они вообще лучше себя чувствуют, лучше дышат, активнее происходит в них обмен веществ. Как уже было сказано, на растениях нет никаких ни разводов, ни пятен после обработки, которые возникают в результате опрыскивания. И важнейшее преимущество в том, что, как бы вы тщательно не осматривали, если вы обрабатываете каждый лист, то это одновременно и профилактика вредителей таковых смываете, и дополнительный контроль вредителей. Итак, друзья, я приступаю к работе, а в конце видео посмотрим, сколько же времени я на это потратил. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон»